В рамках нацпроекта «Демография» в Чувашии четыре крупных предприятия заключили соглашение с Республиканским Минздравом о внедрении корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Одним из участников стало Чебоксарское троллейбусное управление. Там прошла акция «День мужского здоровья». По статистике вовремя обращаются к врачам лишь единицы, и зачастую, когда заболевание уже запущено. Особенно этим грешат мужчины. В Чебоксарском троллейбусном управлении медики устроили акцию «День мужского здоровья». Для нас эта программа очень важна и является приоритетной. В рамках реализации данной программы создаются безопасные условия труда на предприятии, создается благоприятный климат для работников. Кроме этого, мы проводим ежедневные медицинские осмотры для водителей и кондукторов. Особое внимание уделили профилактике алкоголизма и курения. Это отдельное направление в проекте Минздрава. Основные направления проекта направлены в первую очередь на снижение потребления алкоголя и курения, то есть как одного из ведущих факторов, который приводит к серьезным проблемам сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний. Кроме этого, врач-нарколог, врач-психолог и, кроме того, медицинские специалисты тоже помогают для того, чтобы человек с этой пагубной привычкой справился. В рамках акции сотрудники предприятия смогли пройти обследование на выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это измерение артериального давления, холестерина и глюкозы в крови, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе. Отдельное внимание – выявление заболеваний мочеполовой системы мужчин. Обследование проходит в несколько этапов. В первую очередь анкетирование. Вторым этапом прошло обследование комплексное мужчин старше 40 лет с риском развития заболевания. В условиях здравпункта троллейбусного управления было проведено диагностическое исследование ультразвуковое органов малого таза мужчин и одновременно взятие крови на онкомаркеры. На данный момент удалось обследовать 360 работников. Многие получили направление на консультации к врачам.